Всем здарова, добро пожаловать в Теневой округ. Сегодня я хочу рассказать вам о театральной постановке, сделанной по игре Resident Evil. Когда я в первый раз услышал об этой пьесе, я подумал, что за трэш. Мне почему-то в голову сразу пришла аналогия с Шекспиром. Я представил себе, как боец группы Старс, перед тем, как завалить зомбака, став в героическую позу, произносит «Отведайте свинца, мои мертвые друзья!» Но на деле оказалось совсем по-другому. В этом видео я поделюсь с вами своим впечатлением об этой театральной постановке, а выводы вы сделаете сами. В серии «Обитель зла» сегодня известна многим. Существует большое количество игр, фильмов, книг, комиксов. До недавнего времени я думал, что про Resident Evil я знаю все, но как оказалось, это не так. Как мы помним, в Японии игра называется Biohazard, биологическая угроза. И там еще не деятели искусства поставили самую настоящую театральную постановку по игре Resident Evil, которая называется Biohazard The Stage. Я и не знал, что такое бывает, что зомби можно показывать в театре. Это невозможно сказать точно. Но, как оказалось, можно, да еще как. Сегодня я расскажу вам о спектакле Biohazard The Stage, который был показан в Японии в конце октября 2015 года. Зло уже здесь, нравится вам это или нет? Событие в данной постановке происходит в 2010 году в Западно-Австралии. В местном университете философии стали пропадать студенты. К тому же в недрах этого университета проводятся биологические исследования, которые тщательно скрываются местными коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов. Деятельность этого университета не проходит бесследно. Обстановку в данном заведении решает проверить организация ПСА, которая создана по борьбе с биотерроризмом. ПСА отправляет двух своих спецагентов, Хриса Редфилда и Пирса Ниванса, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. В плане актерской игры сказать плохого ничего не могу. Разве что массовка, изображающая зомби, вызывала у меня много вопросов. Вот над ней можно было бы поработать. Но главная моя претензия, это боевые сцены. Видно было, что над ними работали. Были интересные моменты. Но удары, проносящиеся 30 сантиметров от лица, создавали ощущение, что все персонажи в данной постановке обладают телекинезом и способны вести бесконтактный бой. Прям как джедаи. Да, я понимаю, чтобы боевые сцены стали более правдоподобными, над ними пришлось бы гораздо больше работать. Нанимать людей, которые стали бы этому обучать. А это все время и деньги. Тут стал бы, конечно, вопрос. А купилось бы все это? В основном, все актеры явно не играют под одну скрипку. Все чрезмерно серьезные. За исключением одного персонажа. Охранника Поша Брауна. Который явно был создан, чтобы разбавить общий напряжением. Взрослый мужчина с прической Джастина Бибера все свое время на сцене только и делал, что кривлялся и выдавал глупые шутки. Которые, правда, благосплонно воспринимали зрителей в зале. Я, правда, не знаю, кто придумал этого персонажа. Вполне возможно, какой-нибудь редактор, читая сценарий, сказал «Слишком мрачно. Видите кого-нибудь, кто будет непохожим на остальных?» И да, пускай он будет веселым. И, чтобы он трогал себя за сиськи. Так и получился. Пош Браун. Конечно, все это могло быть несколько иначе. Возможно, режиссер просто навсего придумал этого персонажа. Но если вы посмотрите японскую рекламу или кино, вы можете увидеть странноватый юмор. Для нас, но не для них самих. Такие персонажи, как Пош Браун, там не редкость. Собственно, что можно сказать об этой постановке? Хорошо, но слишком хорошо для Резидента. Это как бы уже не Резидент, а что-то около. Почему? Ну, сейчас попробую разъяснить свою точку зрения. Понимаете, изначально Резидент Эйвел создавался в стиле беймоевых фильмов. Фильмы категории B называют проходные фильмы с низким бюджетом, и, как утверждает Википедия, отличаются высокими художественными достоинствами. Смотря это представление, у меня невольно складывалось ощущение, что актеры со сцены вот-вот начнут вещать Шекспира. Больно уж много было драматизма в их словах. Как вы видите, драмы здесь присутствуют. Плохо ли это? Разумеется, нет. Еще никому не вредили хорошо прописанные диалоги. Только, насколько я помню, в Резидент Эйвеле излишней драматургии нет. Да, там были какие-то спорные моменты, в чем-то даже драматичные, но в первую очередь Резидент Эйвел это боевик, а не драма. Что можно сказать про данное произведение? В целом мне понравилось. Оно, конечно, спорное, но работа проделана большая. Что самое главное, в этой постановке много флешбеков серии игр Резидент Эйвел. Чего только стоят голографические задние фоны, напротив которых актеры исполняли свои номера. Помните, как в первых частях Резидента трехмерные персонажи бегали на статичных фонах? Я, когда смотрел это представление, невольно ощутил удуновение прошлого. Был еще один момент, который меня порадовал. Это момент, когда Ребекка Чемберс лечила своих товарищей. В театральной постановке использованы звуки зомби из первых частей, сцены из игр, открывающиеся и закрывающиеся двери, уже за это я готов поставить от себя лайк за проделанную работу. Разбирать это произведение можно долго, анализировать персонажей, но если вам интересно, то вам лучше самим посмотреть это представление и самим же сделать выводы. На ютюбе есть видео с субтитрами, которые вы без труда найдете. Данное произведение выходило на DVD дисках. Я выражаю большую благодарность тем людям, которые перевели это произведение на русский язык. Если бы не эти субтитры, я бы не понял суть этого видео, вернее данной постановки. Я бы с удовольствием кинул ссылку на ресурсы этих людей, но я не знаю, кто это сделал. Но все же выражу слова благодарности. Всем спасибо за просмотр. Хорошего вам дня или доброй ночи. Удачи вам! Субтитры создавал DimaTorzok